Всем привет! Новый день, новый макияж. Использовала всего три оттенка теней. Это рыжий, синий и белый. Под угрозой была съемка этого видео, потому что моя кожа это самое ужасное, что было на протяжении нескольких лет. Это просто кошмар. Я хотела сразу, конечно, вам показать, замазать в макияже, что самое главное. То есть в макияже, конечно же, можно сделать классный декор, но самое главное кожа. Если она у вас с прыщами, если она у вас с неровностями, то какая бы дорогущая косметика ни была, она не поможет. Это видна текстура. Я убила свою кожу на протяжении месяца. Это просто кошмар. Я не могу ее пока вылечить. Что произошло? Ну, во-первых, до этого у меня было правильное питание. Я вам рассказывала, да, я убрала сахар, все. Дальше я очень тщательно ухаживала за кожей лица, всякие масочки, все, был интенсив. И такого состояния, крутого состояния кожи у меня не было. Потом я сходила к маме на день рождения. И, конечно же, я поела вкусненьких салатиков, майонезных, всякие там подшубы, еще что-то было. И бабах. И было закрытие каталога. Я поела чипсов. Это просто трэш моей кожи. Немножечко. Вот моя кожа очень сильно реагирует на всякие ешки, концентраты. И бабах я расцвела. Я думаю, ну ладно, неделька и пройдет. Затем пришла нам, прошла рассылка Advent Calendar. Там люкс-бренд. Я, конечно, очень хотела попробовать, посмотреть, как играют масочки и так далее. Там миниатюры. Вот. И одна из очень дорогих масок ночных, которые на ночь наносится, крем-маска, я проснула с утра. И это был трэш. Это был трэш. У меня все лицо было воспалившееся. Это просто кошмар. И дальше у нас была поездка. Я немножко пролечила. Поездка в Нижний Новгород. Видя, что происходит с моей кожей, нужно было что-то делать. У меня было выступление. Это как раз день был в черную пятницу. Думаю, как раз у дочки была тренировка. Я думаю, сбегаю и куплю по распродаже плотную, самую плотную, которая есть, тонирующую основу, чтобы перекрыть это безобразие. В общем, я взяла себе, приобрела Huda Beauty вместе с консилером. Это лучшее сочетание вместе, тон с консилером. И, вы знаете, я получила два эффекта. Один – это очень крутое кроющее покрытие, которое реально круто перекрывает. Но это все, во-первых, это выглядит маской на лице. Во-вторых, это очень сильно кавидогенно. То есть, это еще больше мне спровоцировало прыщи. То есть, больше воспаление, потому что плотный. И вот это вот какой-то бешеный, замкнутый круг, когда я просто не знаю, чем убрать вот это все. Еще неправильный один продукт, и нужно кожу лечить, наверное, месяц. Вот, это очень опасно. Вчера у нас был парад успеха итоги каталога. И одна девочка сказала, что она вылечила свою кожу в нашей команде, принимав омегу. Ну, да, после омеги, после wellness pack, прям вообще круто поменялось. На ночь я выпила два саше wellness pack, и у меня хотя бы воспалившиеся воспаления вот такие вот прекратились. Я, конечно, буду рассказывать дальше, что, если вам интересно, да, что, как я избавилась от этого всего безобразия. Я думаю, кожу пролечу. Я все полностью убрала, оставила только на вейдж, экологен, который вот, ну, на протяжении нескольких лет принимала. То есть, мне такой нужно восстанавливающий режим сделать для кожи. Сейчас минимизировала, все убираю из питания, чтобы максимально возьметь. И еще полисорб вечером выпила, чтобы максимально восстановить эту кожу. Тем более у нас через несколько дней будет поездка в Москву. Итак, вот такое вот безобразие. Мы будем все это скрывать, маскировать. Я покажу, что из этого всего выйдет, потому что, ну, очень сложно такую кожу привести в порядок. С чего я начну свой ход подготовку, это бальзам для губ. Новинка будет первого каталога. Нашу кожу нужно подготавливать не только лицо, но и губы. Особенно в зимний период, когда она особенно нуждается в увлажнении. 8 часов увлажнения. Такое легкое-легкое, едва уловимое что-то. Если мы хотим вскрыть все это безобразие, нам нужно выровнять кожу. И лучше всего перед нанесением тональной основы положить праймер. Праймер со скидкой в этом каталоге с 50%. Стоит база под макияж. Вот такая вот силиконовая. Стоит 499 рублей. Мне очень-очень понравилось. Чуть-чуть. Чтобы потом тон лег лучше. Пролазь до донышка, потому что мне праймер нравится этот. В этом каталоге со скидкой. Моя любимая матирующая тональная основа. Так же, как и стойкая минеральная тональная основа Джордании. Это мои любимки. Те основы, которые мне очень нравятся. Они у меня всегда есть про запас. По разным случаям использую. В зависимости от того, какой мне нужен эффект. Использую. Очень часто беру в поездки вот такую. Потому что она легче. Это не стекло. Но по эффекту, ухоженности кожи, роскошности кожи. Это все-таки Джордании. И честно, я до этого никогда не пользовалась. Может быть давным-давно, лет 15 назад. Какими-то другими тональными основами люкс брендов. Вот попробую Huda Beauty. У меня к ней есть два мнения. Во-первых, очень круто. Она очень классная, кроющая. Закрывает все. Но она также подчеркивает текстуру кожи. И вы реально видите на лице маску. То есть, если для новогодних мероприятий, каких-то мероприятий, для фотосессий, может быть, для камеры она будет хороша. В повседневной жизни мне реально было стремно. Я чувствовала себя неудобно. Потому что все видели мою тональную основу. Но мне было важно. И в рационе мне важно иметь такой, для того, чтобы для случая сос, ее наносить. И минус также, для меня она показалась очень комитогенной. То есть, она спровоцировала мне высыпание еще большее количество прыщей. Потому что она лежит плотным слоем. А под плотным слоем маской происходят процессы. Но в то же время она супер кроющая. Снова со скидкой 599. 599 это 399. Также, как на протяжении всего года, моя любимка была мультифункциональный тональный крем AZ. И у меня еще есть третий оттенок. В зависимости от загара моей кожи, я миксовала. В следующем каталоге у нас выйдет новиночка. Мультифункциональный матирующий тон AZ. И, конечно же, матирующий очень здорово. Особенно для комбинированной жирной кожи. Оттенок слоновая кость. Он светловат. Это оттенок естественный. Он чуть-чуть потемнее. И это светлый. Для того, чтобы вы посмотрели, как выглядит и мне кажется, но более жидкая текстура. Видите? Она даже подтягивается. Я вижу вот такую вот дорогую, холеную кожу. И немножечко такое, вот знаете, вот как перламутр свечения. То есть, если кожа будет хорошей, то это только подчеркнет достоинство. И сейчас очень-очень круто, очень модно. Вот такие тональные основы с подсветкой, которые показывают, усиливают эффект здоровой подсвеченной кожи. Мне нравится. Ну и на эту сторону, наверное, я попробую нанести матирующую тональную основу. Посмотреть, как она перекроет недостатки. Оттенок выбрала тот же. Называется слоновая кость. И мне кажется, она гораздо лучше перекрывает. И то, что мне нравится, в отличие от премиального сегмента худе, перекрытие идет хорошее, но в то же время кожа, то есть нету маски, эффекта маски на лице. Обязательно, обязательно прорабатываем шею. Чтобы не было видно перехода. Если сравнивать два этих средств, тональную основу матирующий и мультифункциональный крем AZ, который более ухаживающий идет и матирующий, то здесь я ставлю 4 за то, что не перекрывает. За это ставлю 5, потому что на данный момент времени мне нужен как раз-таки эффект перекрытия. У тех женщин, которые используют декоративную косметику и тонирующие средства, она медленнее старится вплоть до 10 лет. Вот такой вот интересный факт. В каталоге со скидкой идут легендарные наши шарики в румянах. Это итальянская технология и шарики сделаны вручную. И видите, вот такая пометочка, это означает, что у меня такие вот шарики. Это как по типу а-ля метеориты Герлен, которым уже 35 лет и много-много спорных вопросов. Кто-то вообще не видит никакого результата в метеоритах Герлен, кто-то просто пищит, но тем не менее они также продаются, также безумно дорого стоят и также много споров. А нужны ли они? Мне нравится эффект и такой, знаете, легкая вуаль, которая буквально окутывает вашу кожу. Макияж для ленивых, для девушек, которые торопятся, когда вы берете все эти шарики, перемешиваете, быстренько делаете румянец и вся вуаля, все красиво. Я же люблю наслаждаться искусством макияжа, поэтому отдельно разделила, сделала коричневые шарики. У меня это скульптурирование. И отдельно у меня розовые шарики. Давайте посмотрим. Эти шарики действительно нужно накалывать. Проходимся по лбу. Розовый вот этот вот оттенок. Тени приклеиваются, держатся очень круто, хорошо тушуются. Нет никаких проблем, что они уходят в складку. Поэтому, если у вас нет праймера и пользуйтесь тенями, это продукт обязательно. Чуть позже оформлю бровь, но сейчас буду использовать вот этот светлый оттенок под бровь. Прям этим же аппликатором. Чтобы было легкое свечение. Один из самых крутых оттенков в тени это вот такой вот медный. Обязательно рекомендую. У меня есть видео 7 дней 7 макияжа. Был марафон сгуар. И мне кажется, каждый, каждый макияж, он начинался как раз таки вот с этого оттенка. Он нереально крутой. База под любой макияж. То есть мы сейчас оформляем складочку и проходимся, наверное, раза три. То есть наносим, тушуем, наносим, тушуем и делаем много-много-много движения, чтобы у нас появился глубокий подтон. Переходим к синему оттенку. Как он работает? Но гораздо круче он будет смотреться на черной подложке. Вам сейчас покажу. У нас есть такой каял вариме. И как круто пигмент засиял. Более глубокий, благородный оттенок. Поэтому мы лучше будем делать на подложке. Когда прокрашиваю, как можно ближе к ресничкам делаю. И протушеваю хорошо. Для этого я беру еще раз вот эти тени. Базовые тени, которые должны быть буквально у всех. Очень крутые. Плоской кисточкой набираю синий оттенок. Боже мой. Это даже круче, чем было на руке. В этом каталоге мои любимейшие карандаши Джордани со скидкой 299 рублей. И для меня это лучшие карандаши. Сколько я не пробовала. Посмотрите, моя малышечка Джордани коричневый оттенок. Самый довольно популярный, который должен быть у всех. черный это уже второй карандаш. Так же, как впервые, попробую оттенок синий. Так выглядит три оттенка. Тени практически не посыпались и смотрится круто. Карандаши очень круто смотрится, но я добавлю немножечко черный прям по ресничкам. набираю синий оттенок чистой кисточкой. Последний штрих это искринка. Ее будем делать белым цветом. Тени не посыпались. То есть вы не увидите это только тональный крем, то есть вы не видите синих каких-то оттенков. The One Wonder Lash XXL легенда компании. И действительно это флагман. Это один из лучших продуктов компании Арифлейм, который все знает. Сформила брови при помощи моих любимых карандашей. Неоднократно говорила, что больше всего люблю вот такой консилер. Он плотный. Также есть Giordani консилер. Он более легкий и ухаживающий. Худа бьюти консилер. Он очень круто плотно перекрывает. С этой стороны я нанесла худа бьюти. Здесь нанесла The One. Легко тушуется. Хорошо перекрывает темные круги. Тушуя консилер худа бьюти. плотный. Намного плотнее и реально видно, как замазка. очень сильно видно. Видите? Подчеркивает рельеф кожу. Смотрите, морщинки прям видно. То есть растягивать надо очень сильно. Он окислится, будет светлее, но вот этот эффект маски уже ничем не переделать. Можете сравнить, как смотрятся два консилера. Худа бьюти 2 270 стоит. The One 399. Мало того, потом еще покажу вам, он весь скатается, он подчеркнет только морщинки. Поэтому мне нравится вот этот консилер, но если нужно что-то перекрыть, плотное там что-то, то все-таки худо бьюти более плотное. То есть если нам нужна крутая грунтовка, но для повседневной жизни ну нет. Финиш это хайлайтер и буду использовать запеченные тени для век бежевый атлас. Нравится какой дают они эффект. Такое золото. Если мне нужен холодный хайлайтер, то я использую вот этот оттенок. Ну несложно догадаться как люблю. Если нам нужна на новый год устойчивость, то желательно проработать полностью все губы и только потом приступить к оттенку. Помаду оттенок называется пыльная роза. Есть 69 рублей. Вот такой новогодний макияж у меня получился. Синие смоки. А мы с моей бусечкой поздравляем вас с наступающим новым годом. хуже на следующий год она будет большая, потому что ей всего три месяца и она так быстро растет. Поцелую маму. Поцелую маму. Желаю всем предновогоднего классного настроения и чтобы следующий год был яркий, наполненный интересными событиями. успехов вам!